Вот даже запах другой, понимаете, всего каштаны, вот все-таки даже запах другой. Ну, что хотите, говорите, рассказывайте мне там про центральные улицы, там Новогинскую, улицу Роста, какую вы мне назовете, без разницы. Это все не сравнится с той атмосферой, которая у нас здесь, понимаете. Вот вы стоите, представьте себе просто, вы стоите на эксплуатируемой крови своего дома, и у вас вот такой вид, я сейчас верну камеру и покажу вам, просто кайф, просто кайф. Вы же знаете, что я иногда практикую обзор на обороты, когда я начинаю не с въездной группы, допустим, а поднимаюсь на эксплуатируемую кровлю, в том случае, если она есть, и начинаю свой обзор. Вот именно в этот раз так и будет. У нас 198 квадратных метров по документам, по выписке. Если мы берем эксплуатируемую кровлю, на которой я сейчас стою, чтобы вы понимали, да, она уже вся в плиточках, аккуратненькая такая, да, загидроизолированная, то плюс еще 100 квадратных. Считайте, почти что 300 квадратных метров. И здесь, кстати, я сейчас вам покажу, куда что поставить. В свое время я за малым, за малым не купил этот дом себе. Не хватило денежных средств, вот и все. Никакой, как бы, никакой секрета, никакой, как бы, истерии. Просто не хватило денег. И я хотел купить этот дом себе. Мне понравился безумно, понравился вот этот вид. Я представил, как я здесь ставлю джакузи и кайфую, собственно говоря. В таком состоянии, вот как это сейчас есть, все, что вы видите сейчас на видео, в таком состоянии этот дом стоит 30 миллионов рублей. Ипотека проходит, и адресная справка, кадастр, все документы, все в этом плане порядок. 3,3 сотки земли официально. 198 квадратных метров по выписке, плюс 100 квадратных метров эксплуатированная кровля. Сейчас все покажу, переверну камеру и еще дорасскажу. Значит, идете вы такие по своей эксплуатированной кровли. Кайфуйте, кайфуйте. Устанавливайте где-нибудь здесь, допустим. Или, может быть, здесь. Джакузи. И любуйтесь теми прекрасными видами, представляете? Вот так и живете, у вас с таким кайфом и живете. Вот такой вот у вас вид. Согласитесь, что это красота. Здесь можно что угодно говорить. А теперь, пожалуйста, покупайте за 150, за 200 миллионов дома в центре Сочи. Ради бога, вам оно нужно. Покупайте, наслаждайтесь на дороге. Каждому человеку, как я говорю правильно, каждому человеку свое. 100%. Каждому человеку в этой жизни абсолютно свое. А вот у нас вилла в каштанах, смотрите. Она была на продаже, я сейчас не знаю, она на продаже, нет. У меня не получилось ее поснимать. Вот там вот виднеется, да? 230 миллионов. Я не знаю, сейчас там миллион на полтора месяца она там сдавалась. Вот такая вот история. Значит, от этого дома, где мы сейчас с вами находимся, мы с вами 7 километров до Хоста, до моря, 12 минут на машине, 25 минут морпорт, 25 минут без пробок аэропорт. Все четко, нормально. Значит, застройщик. Застройщик, собственно говоря, мой сосед, который живет вот в этом доме, собственно говоря. А этот он построил, не знаю, какой-то сервис для дочки или еще что-то. Ну, в концовке я знаю, где дочь живет, тоже здесь рядышком. А этот дом как бы за ненадобностью продается. Вот у нас эксплуатируемая кровля. Здесь я бы что сделал? Кстати, идеальный эксплуатированный подъезд, по которому вы подъедете, непосредственно остановочка, там вообще сан-транспорта, все есть. Здесь бы я сделал летнюю кухню, здесь есть для этого все необходимые выводы. Вот здесь у нас кровля полностью загидроизолирована. Можно поставить здесь джакузи, кайфовать. Ну, единственное, что нужно сделать, ограждение, да? Нежавейка и, конечно, коленое стекло смотрелось бы идеально и придавало бы этому дому конкретный стиль хай-тек. Полностью отделка фасада из разного вида дагестанского камня. Сейчас я спущусь, покажу вам, вы это прекрасно увидите. Увидите. Вот такое у вас соседство здесь, в принципе, вот такое соседство. Ну, а главное, виды, конечно. Виды, тишина, спокойствие, очень красивые. Ну, не знаю, это мое личное субъективное мнение. Очень красивые, спокойные виды. Вот так вот. Я внизу припарковался. Где я припарковался? Вот я заехал, припарковался, видите? Все, ну, пойдемте. А отсюда, кстати, вы увидите Пашин дом, который вот он продается тоже. Вот он. Смотрите, вот маленький домик. Вот он, видите, маленький? А вот справа Пашин дом стоит, который я вам показывал в одном из своих видео. 32 миллиона рублей. Ремонт, мебель, техника. Три сотки земли, 140 квадратных метров, да? Здесь тоже 3,3 сотки земли, но метров квадратных гораздо больше. Если справлю, я уже говорю, почти что 300. Но немножко не доделан ремонт. Не хватает возможности, поэтому можете доделать. А может быть, договоритесь, и вам мой сосед доделает. Так, на полу у нас плиточка. Это керамо-марацци. Стены у нас от штукатуре, нашпаклеваны, выровнены абсолютно. Очень гладкие, ровные стены. Я думаю, что можно запросто под покраску. Все, электрика тоже разведена. Электрика тоже разведена. Так, это у нас был выход на как бы эксплуатируемую кровь. Мы с вами спускаемся на второй этаж. Не знаю, почему. Не доделывает он, видимо, может быть, финансы все-таки. А может быть, не может определиться цветовой гаммой. Непонятно. Что на втором этаже у нас есть с вами? У нас есть здесь гостевой санузел. Вот он. Это чисто я так думаю, что это гостевой санузел. А возможно, как бы, это использовать в качестве гардеробной. Здесь как бы есть все выводы. Здесь есть как бы все выводы. Но возможно, это еще использовать в качестве гардеробной. Я вот так думаю. Такая история. Потому что здесь рядом, кстати, нормальная софтачевская дверь. Я вам, честно говоря, потрогаю. Рядом есть огромная ванная. Большая ванная, комната. Вот здесь сочетание уже получается вот такой плитки и светлой. То есть, ну, смотрится достаточно неплохо. Сейчас освещения не хватает для того, чтобы посмотреть. Но я хочу сказать вам, что смотрится даже неплохо. Она просторная. Здесь запросто уместится хорошая-хорошая ванна, в жакузи. В идеале, конечно, вот на этой стадии, как бы, если покупать, покупать этот дом, потому что можно поставить свое. Потому что сейчас возьмет собственник, да, и поставит просто душевую кабину, как принято в Сочи. А здесь очень много места. Здесь просится ванна. И ванна для любой женщины это всегда важно. Ну, я знаю, что это важно. Так как у моей нет пока ванны, я знаю, что это важно. Спальня. На втором этаже номер раз. С гардеробной зоной. Вот она. Гардеробная зона. Спальня. Пойдемте. Дальше. Большая. Большая спальня. Я думаю, что это как бы, ну, родительская. Видите, какая все аккуратненько выведена? Все сделали грамотно, четенько. Слушайте, большая спальня. С достаточно отличным, я бы сказал, видом. Здесь примерно такой же вид, примерно такой же вид, как с кровлей. То есть он красивый. Даже через стекло грязно, посмотрите. Вот такой вот вид. Очень красивый вид. Очень красивый вид. Так. Пожалуйста, здесь тоже у нас зона гардеробной. И третья спальня. Здесь есть третья спальня у нас. Она уже с выходом на балкон. Ну, выберите себе, где здесь ваше. Три спальни полноценные. Плюс, как бы, я не знаю, там, общая гардеробная или гостевой санузел. Еще одна ванная. Ну, выбирайте уже, как вам по кайфу. Все. Выход на балкон. Непосредственно выходите на балкон. Здесь тоже не хватает, конечно, ограждений. И большой балкон. Ну, с видом, как бы, на зелень, на горы. Вот такой вот вид, да? Вот. Немножко соседей. И вот такой вот вид. Вот такая история второго этажа. Везде разводка электрики. Везде штукатурка, шпаклевка. Везде все в этом плане сделано. Спускаемся на первый этаж. Так. Стабилизатор упорно не хочет меня слушаться. На первом этаже, смотрите. При входе, при входе. Большая зона прихожей. Просто, ну, огромная. И прям вот то, что нужно. Обычно всегда я, когда приезжаю, не хватает мне немножко прихожей. Здесь прям хорошая, конкретная такая хорошая прихожая. Отличная прихожая. Плюс она еще и светлая. Все. Дальше техническое помещение. Все, как доктор прописал. Все, что нужно, да? Здесь будет, соответственно, ну, стиралка, не знаю, сушилка. Все необходимое оборудование, пожалуйста. Все разводочки, оно тоже достаточно просторное, это помещение. Здесь же, пожалуйста, вам гостевой санузел. Не забывайте про подлестничное пространство. Она тоже здесь имеется для хранения хлама. Также здесь у нас, пожалуйста, как бы гостевой санузел. Здесь однозначно уже все сделано. Инсталляция там, все это под унитазы и так далее. Здесь еще душевые кабинки не хватает. Тоже сочетание светлой плитки и более темные керамо-марацци. То есть, в принципе, нормально. В принципе, нормально. И, как бы, кухня-гостиная есть. Смотрите, как здесь разграничены зоны. Как бы, получается, кухня-гостиная, ну, можно выйти, на самом деле, здесь за дом, да? Вот, можно выйти здесь за дом. Небольшое все равно здесь есть участок. Там можно организовать летнюю кухню. Я сейчас покажу. Ну, и вокруг дома еще пробежимся. Для чего вот это вот сделали за Лидии, я пока не понимаю. А, может быть, здесь будет стоять накопитель? Может быть, здесь будет дополнительно стоять накопитель? Возможно. А, может быть, здесь делают вообще такое небольшое техническое помещение дополнительно для накопителя? Как вариант. Вот это я не знаю, но я так думаю, что это так. Вот смотрите. Смотрите. Это кухонная зона. Это кухонная зона. То есть, здесь у нас кухня. Это получается, здесь как бы обеденная зона, например, здесь, ну не знаю, а здесь у нас получается, ну как вариант, это как один из вариантов. И здесь вот, пожалуйста, второе у нас помещение. Тут уже нужно думать. Выключил оборудование, болгарку, ничего не слышно. Тут уже нужно думать. Тут уже нужно думать. По мне, например, лично, по мне, да, если здесь, допустим, кухонная зона, допустим, то тогда, ну да, здесь, нет, здесь однозначно кухонная зона, потому что все выводы здесь сделаны под это. Вытяжка, пожалуйста, здесь. То есть я бы тогда, например, может быть, ну я хотел бы все-таки, чтобы мой обеденный стол здесь стоял. Да, да, ну я бы так хотел. Хотя, наверное, он должен стоять здесь. Но я бы хотел, чтобы он стоял здесь. Ну, потому что мне нравятся, какие здесь виды из окна. Да, вот поэтому. Везде есть антимоскитные сеточки, вот они. Ну, даже через сетку видно, какие здесь шикарные виды, да, такие же, как с эксплуатированной кровлей. Ну, вот так вот, да. Я бы хотел, чтобы здесь была обеденная зона. В принципе, места предостаточно. Можно подумать, посмотреть, посоветоваться и так далее, да. Места, в принципе, предостаточно для того, чтобы принять какое-то решение. Все, в принципе, все готово. Стены ждут своей покраски, там, либо обои. Я думаю, что все-таки покраски, потому что стены хорошо очень выровнены, поэтому, наверное, все-таки покраски, да. Вот, давайте закроем здесь, и мы выйдем все-таки через основную, через основную дверь. Через основную дверь мы выйдем с вами. Вот я припарковался, заехал, припарковался по бетоночке, все здесь залито, площадочка. Там у нас ниже на улице Мичурина, еще такой идеальный, просто идеальный аспективный подъезд. Здесь земли не так много, согласен, но, тем не менее, она есть. Как дом выглядит снаружи, да, то вы даже не понимаете. Он выглядит вот таким вот образом. Вот таким образом. Отделка фасада, видите, разным, абсолютно разным дагестанским камнем. Здесь несколько видов, на самом деле. И такой, и такой, и такая цветовая гамма. Ну, смотрится как бы стильно. Если здесь будут непосредственно стоять перилы из нержавеющей стали, сделано остекление, и на эксплуатированной кровли тоже, если будет остекление, я вам хочу сказать, что это будет просто, ну, бомбически смотреться. Реально. Будет очень круто смотреться. Это будет чистый хай-тек. Его видно с дороги, как бы, проехать мимо него невозможно. Давайте по кругу пройдем. Хороший дом. Хороший дом. Хорошая отделка фасада. Можно запросто, если у вас много гостей, допустим, можно здесь, я не знаю, здесь можно выложить какую-то плиточку, не плиточку, там, сами подумайте. Но, в принципе, вы можете спокойно. Я один заехал, все. Если у вас две машины, три машины, вы можете вплоть до вот сюда заезжать, парковаться, да? То есть, три, там, четыре машины. Вот. Это, собственно говоря, уже нашего застройщика, земля. И принадлежит она вот этому дому непосредственно у вас по соседству. Здесь живет, никуда не собирается. Я знаю прекрасно его детей, племянников и так далее. Вот. В принципе, достаточно хорошие панорамные окна. Вот. Вот с этой стороны. Таким образом выглядит. Раз, два, три. Да, четыре машины здесь запросто поместят, если в этом есть необходимость. А так можно запросто здесь, так как у нас здесь выход, пожалуйста, можно здесь запросто сделать у нас как бы летнюю кухню. И будете сидеть спокойненько здесь, маркизу сделайте, и будете сидеть вот с таким вот видом, вот просто с таким видом будете сидеть, обедать. Если вам хочется, если вам, конечно же, хочется... Есть еще один вариант, конечно. Но это вам нужно обсудить. Но это очень, очень адекватный человек, который здесь живет. С ним можно обсудить... С ним можно обсудить... Кто-то резко затормозил, да? С ним можно обсудить вот по поводу этого кусочка земли на самом деле. Может быть, какой-то небольшой кусочек он вам выделит вот здесь небольшой. Как-то что-то договориться всегда можно. Что-то порешать и так далее. Вот. Может быть, здесь вы захотите сделать себе бассейн. Бассейн. Ну, это так. Я уже из области фантастики, но тем не менее, да? Это я так, что мне на ум пришло. Много людей, которым вообще это не нужно. У нас есть отливы, скрытые ливневочки. Сделан дренаж участков. Здесь капитальная подпорная стена. Просто капитальнейшая. Но с этой стороны у вас нет особо никаких, на сказать, окон, кроме как и санузла. Поэтому здесь в этом плане все в порядке. Вот. Я здесь тоже пристроен аккуратно септик. Сейчас выйдем еще. Я покажу. Понятно, что нужно придомовую территорию привести в порядок. Но все это делается постепенно. Я так понимаю, по мере возможностей. Финансов возможностей. Вот. Давайте повернемся к дому. Я хочу, чтобы ты показывал дом с этой стороны. Ну и, наверное, я подниму все-таки. Покажу еще с этой стороны. Когда я переезжал два года назад, как раз была отделка фасада. Я говорю, как много видов всякого разного камня. Видите, сколько? Насколько разный камень, да? Это все дагестанские камни. У них разный вид. Разного вида. Вот как бы так и так и так делали. Ну, дом, я хочу вам сказать, симпатичный. Он Кате очень понравился. Очень понравился. Но мы не смогли тогда. По деньгам мы поняли, что мы не сможем. Поняли, что мы не сможем. Ну, вот так вот. В принципе, вот такая вот история. Имейте в виду, что есть такой дом, который у нас на продаже. Сейчас подытожим. У меня просто сейчас есть клиенты, у которых как раз-таки бюджет 30 миллионов рублей. И я их агитирую. Так как они для постоянного места жительства. Я их агитирую переехать жить, ну, именно в Каштаны. Я рассказываю те или иные преимущества. Вот их интересует школа. И как раз-таки и дом, который у Паши за 32 миллиона. И вот этот дом за 30 миллионов. Это хорошие дома по локации для того, чтобы жить на постоянном месте жительства. Именно здесь, потому что, еще раз говорю, бесплатный автобус. Детей, в том числе и моих, забирает каждый день. Отвозит в школу, привозит. Автобусная остановка вообще у Паши 10 метров. Здесь 100 метров. То есть, ну, все очень рядом. Магазин пятерочка по походу. Можно закупиться всегда. Поэтому не так много вариантов таких хороших домов. А, это сосед делает, я понял. Ремонтная работа. А вот не так много вариантов таких хороших домов. Именно, да. Даже в этом бюджете. Поэтому, ладно. Это моя история. Всегда, когда я начинаю снимать что-то, кто-то начинает что-то делать обязательно. Никита, работа. Это всегда такая история. А вот, поэтому... А я отличаюсь от других, да, блогер. Я никогда ничего не переснимаю. Знаете, этот... Переснимать по 10 раз. Это тоже не наш метод. Все должно быть натурально. Это значит, что-то не получилось. Что-то некрасиво сняли. Что-то, что-то все взяли, пересняли. Нет, все должно быть вот как есть. Поэтому тоже этот дом смонтирую видео. Сейчас направлю. Пускай посмотрят. В принципе, по-моему, у меня неплохой вариант. Неплохой вариант. Что касается всего остального. Может быть, не в каштанах, да. Может быть, в другом каком-то месте. Пожалуйста, хотите приобрести себе квартиру от застройщика, да. Земельный участок. Вторичку с ремонтом. Я всегда на связи. От меня всегда лучшие цены и скидки. Без проблем. Можно это перепроверить. Закиньте объект к какому-нибудь риелтору и закиньте объект мне. И устроите торги. Я вас уверяю, что я дам лучшую цену. Лучшую цену на любой объект в этом городе. Без разницы мне, что вы захотите себе купить. Вот что вы захотите себе купить, если я это одобрю, естественно. Если я не буду знать какие-то подводные камни, я в любом случае вас предупрежу. И тогда сделка сорвется. Потому что лучше не купить ничего, чем купить какую-нибудь ерунду в Сочи. Но если объект нас устроит обоюдно, меня как профессионала, вас, соответственно, как покупателя, тогда, соответственно, сделки быть. И вы от меня получите лучшую цену. Просто набирайте, присылайте ссылку, советы и так далее. Юридически, технически я его проверю. И, соответственно, выйди на сделку в том случае, если еще раз говорю обоюдно, он нас устроит с вами. Напишите в комментариях что-нибудь. Напишите, что бы вы хотели, чтобы я для вас проснимал. Какие объекты, какие комплексы, какие стройки и так далее. Я вам желаю счастья, здоровья, любви. Берегите себя, берегите родных и близких. Приезжайте в Сочи загорать, отдыхать, купаться. Если получите шикарное наследство или найдете клад. Если получите шикарное многомиллионное наследство от родственника, которого вы никогда не знали, или найдете многомиллионный клад, приезжайте, купим с вами какую-нибудь квартирку. Будете приезжать тусоваться сюда в Сочи. Попивая мохито. Алкогольный. Или безалкогольный, как я. Счастья, здоровья, любви. Я всегда для вас на связи, семья. Продолжаем делать наше общее дело. Потихонечку, маленькими темпами наша аудитория растет. Это тоже важно для развития канала. Я вас обнимаю. Крепко. Будьте счастливы. Пока. Пока.